Всем привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Ancient Cities. Ну что ж, новое место продолжает нас с вами радовать, еда по-прежнему имеется, насобирали кучу шиповника, сейчас тут грибы уже появляются, рыбка тоже потихонечку ловится, так что она всегда есть, как, скажем так, до порцион, да. И, в общем-то, всё у нас с вами хорошо, всем хватает места, продолжают люди потихонечку новые у нас с вами в племени появляться, и это хорошо. Так как в игре, в принципе, не особо-то много сейчас всего есть, я думаю, что мы с вами займёмся всё-таки переселениями. Что мы с вами будем делать? Мы, я думаю, может быть годик, может быть два пожем на этом местечке, ну, то есть что-то ещё построим. Сейчас, в принципе, что у нас с вами здесь нужно? Только осталось всякие оградки достроить, да и, в общем-то, всё, потому что хижин у нас с вами довольно много, и свободных мест очень пока ещё много, люди не так быстро появляются здесь. Так что, в принципе, я думаю, того количества, которое у нас с вами сейчас есть, должно хватить для всех и ещё на будущие поколения даже. Посмотрим, короче говоря. В общем, достроим, так сказать, по мелочи, может быть какие-то заборчики поставим, ещё чего-нибудь годик, ну, может быть два, не знаю. Посмотрим, как здесь будет с едой у нас, проживём, вот, и отправимся дальше в путешествие. Я бы хотел всё-таки посмотреть вот это место и, возможно, вот эту дельту реки мы с вами какое-то выберем из этих мест для уже, так сказать, окончания своего великого путешествия. Но, так как здесь место тоже ограничено, в общем-то, этим вот квадратом, то есть мы с вами никуда дальше выехать из него и не можем, в общем-то. Оно у нас с вами вот здесь ограничено, а здесь только у нас с вами леса, реки, холмы, да и, в общем-то, больше ничего такого нету. Так что, возможно, через годик-через два мы с вами отправимся вниз по реке, посмотрим, что здесь за местечко. Меня здесь немножко единственное, что, так скажем, смущает, то, что река как будто бы не пересекается, не впадает вот в это русло, в другое. Но посмотрим, здесь с этим вроде как-то всё получше, просто интересно, как оно сгенерирует нам, скажем так, это место, да, уже непосредственно на карте, где нужно будет строиться. Но поживём, как говорится, увидим. Так что, в принципе, у нас с вами есть парочку мест, которые я хотел бы посетить, но и пока, наверное, в общем-то и всё. Особо здесь больше ничего такого у нас сейчас и нету. А пока что продолжаем, пока что продолжаем собирать всё, строить потихонечку, да, выживать, жить вместе с нашим племенем. Скоро, как я уже говорил, зима, но я думаю, что мы на сей раз будем к зиме готовы более чем у нас. Прям с едой всё довольно неплохо. Шиповничек есть, вот грибы появляются. Грибов много, но, опять же, грибы сложнее всё-таки, я так понимаю, собираются. Не так они быстро, поэтому, возможно, нам даже следует сейчас ещё больше собирателей сделать, чтобы они нам собирали шустрее. Давайте вот сколько у нас получается здесь. Три, шесть, восемь человек. Ну, вот восемь человек, как видите, собирать много чего, есть 1970 мест, где можно собрать что-либо. Но сейчас-то потому что грибы ещё появились. Вот, грибы у нас, я так понимаю, и зимой будут, как и на прошлом месте они были также. Так что пока что собираем. Рыбку по-прежнему ловят у нас там буквально пару человек, так что, в принципе, я надеюсь, нормально она себя будет чувствовать. То есть не будет совсем пропадать у нас, может где-то появится, потом опять посмотрим, короче говоря, пойдёт. Как пойдёт тоже, вот. Ну, за счёт грибов всё-таки и шиповник, который у нас ещё остался с лета получается, да. Мы с вами, думаю, проживём нормально. Ну, и тем более, опять же, людей не супер, чтобы прям много было. Хотя стало, как видите, гораздо больше, чем раньше. У нас поначалу-то было совсем немножко. Вот ещё пополнение всё-таки у нас с вами здесь случилось. Но пока основная масса у нас здесь, как видите, чилируют около костерка. Что им ещё делать? Сборчики собирают, собственно. Тут у нас тоже ребятки на аршебе живут. Здесь у нас склад. Склады разные, да, у нас для разного, кстати говоря. И я даже им назначил, вот они потихонечку сами по себе собирают. Всё-таки волокон где-то, видимо, находят его, может быть, в лесу. Ещё где-то очень мало, очень медленно. Но иногда сюда это дело приносят. Так что, чтобы, в принципе, тоже всегда было верёвки. У нас с вами сейчас имеются. Палки есть, камни есть. Можно ещё костей собрать. Хотя не то, чтобы они сейчас сильно нужны были. Потому что у нас с вами орудий, в общем-то, хватает. Можно, конечно, сделать и ещё скрафтить, да. Чтобы оно всегда прям было. Так что, в принципе, да, наверное, сейчас с вами этим и займёмся. Давайте я сделаю ещё один склад. Для косточек. Тоже поблизости здесь. Пускай потихонечку, пускай потихонечку носят здесь. Сюда. Мы им назначим местечко, вот. Проблем, вроде бы, с этим нету. Должны где-то найти косточки. Если что, мы с вами отправим ещё какую-то, знаете, маленькую группу. Можно сделать для сбора как раз-таки этого добра. Но для начала хочу посмотреть, как они будут своими силами справляться. Если будут, то хорошо. Если нет, то поможем им уже, назначив определённую для этого группу. Ну а пока что, пока что просто подождём, как там осень пройдёт, как у нас зима начнётся и так далее. Тут, видимо, старичок травил какие-то байки молодому поколению, рассказывал, так сказать, за жизнь, да. Вот. И надо нам с вами посмотреть, что у нас по соломе, по сену на зиму. Ну, чуть-чуть есть, можно ещё, конечно, подсобирать, потому что, как бы, наши хижины требуют ремонта. А они у нас как раз-таки из той самой соломы сделаны. Хотя 380 единиц сейчас есть. Ну, а в любом случае, давайте мы немножко пройдём сейчас сюда. Вот сюда. Здесь, как видите, много травы довольно-таки, да, в этом плане. И можно, значит, им место для сборки. Пускай они здесь её сейчас соберут. Так, давайте я так вот обведу. Вот здесь соберите хотя бы ещё немножко. Как раз там, в принципе, многие из вас ничем не заняты. Драву можете пособирать, поможете нашему поселению как раз-таки подготовиться к зиме. Вот здесь есть такой ещё монумент, в принципе, да. Ну, как бы храм, монумент, вот. Тысяча камней на него требуется. Я думаю, что мы его уже поставим как раз-таки на нашем последнем месте. Скорее всего, где дельта реки, там мы с вами становимся. И, скажем так, сделаем такую великую стройку. Соберём много-много камня, да, обычно. Вот тысяча целая нужна. Надеюсь, нам хватит времени и ресурсов на том месте. И будет, как, знаете, завершающий пока у нас с вами этап. Ну, что ж, ладно, ждём, смотрим, как они тут что добывают, как они, собственно, выживают. Сейчас у них очередная ночка. Пойдут себе отдыхать, конечно же. Мы уже наработались. За весь день находились, насобирались. Так, что у нас там по ресурсам получается? Ну, да, грибов, как видите, вроде бы их много вокруг, но собираются они так быстро всё-таки. Но, опять же, шиповник помогает, рыбка помогает. Рыбки очень много. Слушайте, может быть, я всё-таки одного рыбака пока сниму? Ну, что-то их прям... Они опять у нас сейчас... Рыба очень сильно в плюс пошла. Я думаю, пока один будет справляться как-нибудь, товарищ. Вот, а там уже будем за этим наблюдать. Если она опять сильно в минус у нас идёт, то уже можно будет добавить. Потому что ещё сырой, видите, 23 штуки они принесли. Молодцы какие. Так что, в принципе, рациончик очень даже у нас с вами неплохой получается в этом плане. Ну что ж, как видно, кости они сами потихонечку собираются. Всё-таки так, что я думаю, не нужно группу ещё одну делать. Давайте мы тогда, скажем им ещё побольше группу новых сделать. Пускай сделают. У нас там сейчас есть как раз группа крафтеров, которые, мне кажется, сейчас особо ничем не занимаются. Давайте это проверим. Так, что вы делаете у нас? Речи крафт. А, у нас один крафтер здесь, да? Верёвку делаешь, камни делаешь. Ну, давай мы тебе давай тогда ещё сделать инструментов побольше. Пускай будет. У нас, конечно, есть кое-что, но... На всякий пожарный случай. Так, делай гарпуны тогда. Как раз-таки нужны только косточки и обычные палки. Это прям самое шикарное сейчас, что у нас с вами есть, да, здесь для рыбалки. Замечательно. Так, ну, немножко вот этих вот камней поделайте. Не надо много делать. Сделай штучек пять только и всего. Гарпуны, наверное, тоже мы бесконечно делать сами не будем. Нафига не нам нужно? Штучек десять сделаем и на этом успокоимся, я думаю. Один человечек пока этим занимается. Пускай потихонечку, знаете, всегда будет обеспечена работа. И он, кстати, опять с кулёчком дома ходит у нас. Так что, в принципе, в этом плане тоже всё хорошо. Хорошие палки у нас не производятся, кстати. Надо бы, наверное, их произвести. Хотя, зачем они нам сейчас с вами нужны, тоже не очень понятно. У нас вроде бы они были на складе, сколько их там? Так, это у нас девять брёвна получается. Тридцать одна хорошая палка у нас с вами есть, обработанная, да? Окей, тогда, в принципе, так пока и оставим. Больше, я думаю, нам с вами не пригодится. Вон там топоры наши валяются ещё, кстати, тоже. Вот они здесь. Ну и чисто, чтобы им было чем заняться, давайте, я думаю, пару хижин ещё построим. Всё-таки пускай строят, обживают потихонечку. Всё-таки это хоть и временное, скажем так, жилище их будет, да? Потому что мы будем отсюда сваливать в скором времени, возможно, даже. Но так или иначе, сейчас они хотя бы займут себя чем-то. Ещё одно жилище вот здесь. Там какой-нибудь заборчик тоже им сделаем. С этой стороны проведём тоже досюда, чтобы тоже красиво смотрелось как-нибудь. Ну и, возможно, они просто захотят даже расселиться, значит, чтобы все в одном месте не толпились. Почему бы и нет? У нас есть какой-то заборчик вот из качественных палок. Можно его тоже как-нибудь приткнуть, посмотреть хотя бы на него. Как-то он немножко странно здесь выглядит, конечно. Что-то как будто он в землю куда-то уходит. Ну, давайте попробуем сейчас поставить. Просто ради интереса хотя бы, как он будет смотреться. Так, ну-ка здесь постройте, а мы потом посмотрим, что он из себя представляет. Ну, каменный заборчик тоже малюсенький он будет, он не будет высоким. Единственное, что высокое, это вот сейчас плясад. Да, вот это, собственно, из брёвен. Брянчатый забор, его можно будет сделать. Ну, опять же, я думаю, это мы с вами оставим уже тогда на наше постоянное поселение. Ну, как постоянное, конечность, скажем так. Здесь пока я, наверное, строить его не буду. Слушайте, а заборчик, а правда, почему-то... Блин, получился в земельку. Вот так вот построенный, встроенный. Это очень странно. Ну, тогда, мне кажется, даже лучше строить вот эти вот маленькие заборчики. Они хотя бы как-то ровненько идут, что ли? Я не знаю, а это прям серьёзно в землю смотрят. Очень странно, ну ладно. Ну, ладно, так сказать, накинем немножко работки, пускай разминаются, пускай занимаются, а то уж совсем сидят у своего кастрата целыми днями. Мне кажется, им скучно от этого, на самом деле. Так, что у нас проверяем сейчас по еде? Нормально всё? Да, да, грибы прям, знаете, упорно не хотят собираться сейчас. Нормально, но в целом, в целом всё неплохо. Ну, ладненько, давайте тоже декорчиком маленько добавим. Там колодцы поставим, вот это вот всё, что здесь было. Так, что-то у нас ещё эти мельнички, да, маленькие? Ну, мельнички, может где-то прям в поселение бахнуть. Они вроде как даже немножко с ними взаимодействуют иногда, поэтому довольно интересно смотрится. Так, давайте здесь где-нибудь поставим. Тут ещё тоже подразвернём, чтобы что-то такое валялось тут везде, да? Вот так вот. Я думаю, в принципе, хоть вот уже стройка пошла. Отлично, что-то у нас с вами ещё интересного есть. Так, ну, эти штуки мы с вами ставили. Печку можно тоже где-нибудь воткнуть. У нас, в принципе, места довольно много вот. Сзади получается домиков около заборчика. Давайте, наверное, здесь разместим тогда. Тут бахнем, давайте здесь ещё одну поставим. Так или иначе, знаете, жить-то надо с удобством. Хоть даже если и временно, поэтому пригодится, я думаю. Так, что у нас с вами здесь можно где-то воткнуть, да? Я думаю, в принципе, ну да. Ну и здесь можно около заборчика тоже ещё одну печечку поставить. Так, развернём её. Поворачиваешься вообще? Ну, вроде когда? Вот, пускай здесь тоже стоит. Пускай там что-нибудь выпекают себе. Ну всё, в принципе. Так и живём, как говорится. Ну что ж, середина осени практически. Ягод, точнее, шиповник осталось очень мало у нас с вами. У нас осталось также немного грибов. Но сейчас, видимо, у нас вот рыбка-то полетит на самом деле опять. Посмотрим, насколько она быстро полетит. Самое главное, да? Ну, 60 пока есть, плюс 10 здесь ещё. Как видите, совсем весь шиповник почти съели. Грибы хоть и есть, но совсем мало их тоже. Но в целом, в общем-то, выживабельно пока что. Друзья, зима на пороге и проблемы с едой так или иначе к нам всё равно приходят. У нас с вами нету ни шиповника всё съели. У нас с вами мало грибов. Хотя 10 человек сейчас занимаются сбором. 10. И они не успевают нормально приносить нормальное количество. Хотя в округе этих грибов дохренели он. Примерно вот сейчас 2 тысячи. 2 тысячи. Не дурно. Мониториваю каждый сезон. Прям орехи всякие разные. Но нет их. Нету их здесь поблизости вообще нигде. У нас либо регион такой, либо просто их ещё не добавили. Но что там на старом месте их не было, что здесь их тоже самое вообще нигде никогда нет. Так что, видимо, зиму нам с вами нужно будет переживать опять как-то за счёт рыбалки. Но опять же сейчас мы с вами надеемся на то, что рыбу вроде как поменьше ловили. Хотя в итоге это получалось у нас с вами довольно много её. Но посмотрим, что получится, не знаю. Как там и что у нас с вами выйдет из этого. Но я думаю, что мы с вами готовимся к приезду. Тогда к следующему году уже. Сейчас будет второй у нас получается год. Посмотрим, сколько скипнется на сервис лет исторических. Что может быть что-нибудь изменится. Хотя я сомневаюсь. Но пошлём, как говорится, увидим. И будем смотреть. Да, рыбы тоже меньше становятся. Грибы, рыбы. Надо больше рыбаков, я думаю, делать. Собирать или прям что-то вообще как-то еле-еле собирать. Самые грибы. Мне просто даже интересно, где она сейчас будет собирать грибы. Ну, видимо, не так близко, конечно, от поселения. Но в целом я прям пока летал здесь в камеру и видел, скажем так, богатые довольно месторождения. Их было очень много. Но опять же, за ними нужно ходить, их нужно собирать. И интересно, сколько она вообще унесёт за раз. Вот в чём вопрос. Так, где ты там нашла? Давай. Немножко за тобой. Вот, что ты нашла здесь, да? Один гриб? Здесь вообще ничего нету, не видно. А что ты пришла? Ты пришла палки собирать? Какого чёрта? Ты же из отряда сборщиков. Вы же палки не собираете. Вы же должны собирать только съестное. Ну, камон. Зачем ты... И она собрала одну палку, и с одной палкой идёт обратно. Серьёзно. Ну, знаешь, такой из себя сборщик, конечно. Во-первых, собираешь не то, что нужно. Так, а кто... А чё... Кто чем другие занимаются, ребят? Давайте посмотрим. Может быть... Кто-то, хоть кто-то. Все что-то собирают, но что собирают, непонятно чего. Хотя, опять же, у них... По запросам стоит только то, что надо собирать, да? Да. Вот такие вот пироги. Вот такие вот у нас с вами сборщики. Так, ну, дядька, давай за тобой посмотрим. Ты же идёшь грибы собирать, наверное? Или тоже палку сейчас одну возьмёшь откуда-нибудь? Причём... Причём откуда ты вообще за 3-9 земель? Зачем ты так палку далеко собираешь? Непонятно. Здесь уж собрался палки собирать, так мы поближе собирать их тогда, к нашему поселению. Там явно поближе есть. Так, во... Это что такое? Это у нас шиповник получается? Е-е-дрить. Шиповник. Выходит, что шиповник. Только он, видите, совсем уже около края карты. А ты, наверное, за ним и пришёл, да? Потому что он отмечен как раз для сбора. Угу. Он сейчас будет собирать... Да, он собирает шиповник. Ну, хоть шиповник, на этом спасибо тоже, как говорится. Всё-таки, да, хоть какая-никакая. Что-то какой-то сразу поршень у тебя появился. Но, в целом, он собирает съестное. Молодец. Ну, видимо, из-за того, что далеко, он даже не собирал всё до конца и пошёл просто относить обратно это всё. То есть, он явно мог загрузить себе. Себя, наверное, десятку, я так думаю. Ну, тут сейчас всем. Или там кончились, они просто в кустике в этом. Всем собрал, идёт обратно домой. Ну, вот так вот, да. Сейчас будем сами зиму переживать, посмотрим. Не знаю, насколько выживабельный такой метод, но на новом месте, когда мы с вами поедем отсюда, мы попробуем тогда вообще рыбу не ловить. Для начала. Чисто, знаете, на зиму оставим её. Зиму переживём при помощи рыбы, а потом опять ягоды попрут. Шиповник. Шиповник и ягоды собираются вообще прям на уране, прям улётно. Только единственное, что сразу нужно строить прям миллиард с места, где они будут храниться. Ну, или пускай пока кидают, да, пускай их кидают хорошо на землю, но мы с вами в это же время должны строить сразу место. Потому что мы сейчас, конечно, построили тут уже много, но они изначально собирали не так много всё равно. Но в любом случае... Ну, я думаю, что уже можно рыбаков, наверное, увеличивать количество. Сейчас у нас с вами и грибы закончатся, и это закончится, и то закончится. Сейчас меньше сборщиков поставим, тогда больше рыбаков. Ну, вот, кстати говоря, рыбное место на речке, оно прямо около нашего поселения. То есть, скорее всего, наши рыбаки здесь уже ловили рыбу, и она, видите, появилась заново здесь. Это хорошо, но... Конечно же, далеко не везде она появилась, и появляется она очень-очень медленно. Очень медленно появляется. Вот, тут, например, она вообще вся уже куда-то делась. Ну, видимо, выловили. Видимо, выловили, и всё. И теперь ждём, так сказать, респауна. Респаун, судя по всему, у рыбы довольно-таки долгий. Пытаюсь всё-таки проследить за нашими сборщиками ещё немножечко. Тут они всё ходят, собирают. Ну, уже, да, под конец прям карты тут они. То есть, как-то ресурсов прям не то, чтобы супермного съестных было. Вот кустики, то есть, они ягодные все, но ягод сейчас как бы и нет. Это всё зелёненькие кустики, это всё ягодные, насколько я понимаю. То есть, ягод, в принципе, можно тоже насобирать хреновую тущу за сезон. Но если не есть рыба, то есть, у нас будут уходить только ягоды, и ягоды тоже будут сметать они. Ну, посмотрим, ладно, посмотрим, как пойдёт. Будем разные варианты сейчас тестить. Опять же, немного у нас вариантов. Либо рыбалка, либо только сбор. Наступила зима, у нас тут что-то всё резко поломалось. Но, вроде, ребятки у нас всё собрали. Тростник и так далее, чтобы починить корзины. Да, корзины в основном и поломались, на самом деле, для еды. Ну, что могу сказать? Сейчас, конечно, рыбка есть. Ну, как, чуть-чуть её есть. Я там четырёх рыбаков назначил сейчас. Они вот бегают, ловят потихонечку. И, в общем-то, у нас за этот счёт опять и грибы даже, видите, немножко появились. То есть, в принципе, более-менее. Но, опять же, только начало зимы. Как будет дальше, непонятно ещё. Переживём, не переживём. Но, я думаю, что, как и на прошлом месте хотя бы кое-как, знаете, там, на последних червячках, выживем всё-таки. И можно будет отправиться туда в другое время уже. Точнее, в другое место. По поводу времени, кстати, да. Второй год у нас. И, опять, девять лет минуло. То есть, в принципе, я так понимаю, что тогда девять лет и сейчас девять лет прошло у нас. Исторических. Вот. Ну, и, в принципе, я думаю, будет весна. Тогда можно будет собирать майонатки, в принципе, и валить отсюда. Либо посмотрим, как у нас, опять же, по идее будет. Возможно, мы отпустим рыбу. Не будем вообще её ловить. И протестируем здесь ещё один год на этом же месте. Будем с вами собирать только ягоды чисто. Ну, всё то, что можно собрать, короче, и съесть. Будем собирать. А потом уже к зиме опять начнём рыбу ловить тогда. А ещё, как бы, нужно учитывать, да, то, что у нас пополняется постепенно всё-таки по всей населению. Реально становится всё больше. Опять там беременные появились ещё и малые тут тусуются. И нужно, получается, будет ещё больше еды как-то добывать. Но, я говорю, пока я выход вижу только идти туда, в дельту реки. И, может быть, там будет побольше рыбы. Хотя рыбы-то, может быть, и будет побольше. А вот остального всего, да, возможно, будет поменьше. Но, я думаю, мы с вами ради интереса всё равно пропутешествуем да посмотрим. Середина зимы, друзья. И еды всё меньше и меньше. Я чувствую, что опять к весне мы, короче, с вами будем просто голодные. Хотя, опять же, по идее, должны ягоды будут появиться. А ягоды-то прямо супер большой такой буст должен у нас с вами выйти. Но, посмотрим, ещё нужно ползимы как-то протянуть, не знаю, на рыбе, которой, видимо, уже опять нету, потому что их совсем стали мало ловить. И на грибах, которых тоже очень-очень-очень мало. Но, опять же, посмотрим. Надеюсь, что запасли, они, так сказать, питательных веществ у себя внутри за остальное время года. Ну, хотя, смотрите, прямо около нашего поселения тут рыбные места появляются потихонечку. А вот рыбаки что-то... Ага, пришли сюда ловить, молодец, давай лови. Так, и сюда, здесь тоже можно было бы поймать. Ну, короче, видите, что происходит? Один раз половил, и всё, рыбы больше нет. Ну, то есть здесь только что появилось. Её здесь не было, вот она заспаунилась. Ну, то есть, в принципе, какое-то количество рыбы здесь есть, и она всё-таки спавнится. Вот тут даже два места. Возможно, есть смысл сейчас ещё пару рыбаков нанять. Назначить точнее, чтобы... Хотя они вот потихонечку бегают. Ой, тут только что рыба появилась, смотрите-ка. Красота какая. Не-не-не, спавнится, спавнится. Маловато, возможно, для нас с вами, но... А что будет дальше, вообще непонятно, да, если время ещё больше станет. Так, ты, я так понимаю, идёшь сюда, к рыбному месту, да? Да, молодец. Угу. Давайте чисто прочекаем, что у нас тут по речке есть ещё. Ну, в общем, здесь точно мы сами ловили. Это были самые первые наши рыбные места, которые наши ребята поймали, да, около прям поселения. И вот сейчас они, как видите, заспаунились всё-таки. Парочку мест появилось. Вот тут это не рыба, к сожалению. А, это просто листики, понял. Ну, а здесь тоже недавно были, видимо, уже просто выловили. Вот там ребята наши ходят, тоже ловят. Ну, вот как-то так, как-то так и выживаем, да. Совсем, знаете, самое, так сказать, плохое для нас время, это как раз-таки уже вторая половина зимы, получается, ближе к весне. Надо как-то это дело переживать нам с вами. Ну, и потом уже, опять же, надеяться на ягоды, которые появятся, и чтобы сразу максимально много людей их собирало. Я только что увидел одну интересную вещь. Ну, как интересную? На самом деле, не очень интересную и не очень хорошую, но... Наш рыбак пошёл на рыбное место, естественно, вооружившись трезубцем костяным. Ткнул туда, рыбное место исчезло, а рыбы он не поймал. Вот такая вот печальная история. То есть, бывает и такое здесь. То есть, это ещё, знаете, рыбное место не значит, что обязательно мы оттуда добудем рыбу. Это как-то вообще супер печально. Мало того, что здесь супермало всего сейчас. Я имею в виду съестного, да? В данном случае сейчас. Как бы ещё и рыбы не каждый раз ловятся. Но это совсем чё-то, конечно. Ну, и вот, опять же, настала самая жесть. Сейчас по времени, ближе к весне, да? Как и на прошлой локации, в общем-то, у нас ни рыбы, ни хрена нету. Сейчас мы только немножко грибов принесли. Уже хорошо, хоть сейчас поедят они. Но вот сейчас нас с вами будет это дело поджимать опять в очередной раз. Так что на этом месте в итоге-то оказывается не особо-то лучше, чем на предыдущих. Потому что вот это время, оно самое жёсткое. Но мы опять дождёмся сейчас, да? Весны. И, значит, будем отсюда точно съезжать. Это опять случилось? Да ёпперстэ, какого чёрта? Ловите лучше, вы что, совсем с ума сошли? Он опять здесь ткнул и ничего не поймал. Рыба исчезла. Какого хрена? Ну, давай, попробуй поймать. Мы сейчас за тобой наблюдаем. Нам нужна, блин, рыба. У нас еды вообще нет, чувак. А ну а то. Давай. Так, это что сейчас было? О, рыба не исчезла. Он постоянно подумал такое. Пойду в другое место, да? У тебя вот места ещё. Пожалуйста, ловите рыбу. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай здесь. Ага. Ну. Давай, ткни хорошенечко. Ты будешь ловить или что? Опять! Рыба исчезла, но где рыба? Где рыба? Где рыба? Какого? Что же вы за рыбаки такие? Так, вот. Так, стоп. Возможно, просто нет... Да нет, нет, нет. Она должна быть здесь. Но мы сейчас за ним последим, давайте. Мы за ним последим сейчас. Что он будет делать? По-прежнему ещё рыба... То есть, он сейчас ходит по всем этим местам, где есть рыба. И если он ничего не поймает, он просто сейчас загубит все эти месторождения? Все эти косяки рыбы просто от нас уплывут? Или всё-таки он сейчас что-то повесит? Просто всё остальное отображается здесь, когда они собирают. Ну, мы сами с вами видели ягоды. Опять нет. Да, это ерунда какая-то тогда, слушайте. Если так, то это полная чушь. Так, иди повесь, пожалуйста. Я надеюсь, что ты поймал всё-таки рыбу, дружище. Если нет, если сейчас всё это... И, возможно, если какой-то это баг, не знаю, то это полная жижка. Он сейчас сколько мест уже загубил таким образом? До хрена. Либо он просто херовый рыбак. Так, давайте ещё одно место понаблюдаем. За ним немножко. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну. Вот сейчас хороший момент. Давай. Пожалуйста, поймай рыбку. Не, передумал, стал по-другому. Ладно, возможно, так тебе будет удобнее. Хорошо. Главное, поймай, пожалуйста. Так, он опять мимо. И он всё ещё рыбачит. Он всё ещё нахрен рыбачит. И вот до этого так же у другого рыбака... Опять рыба появилась, кстати. Возможно, он просто распугал, типа, её. Она как бы распылась, потом опять быстренько появилась здесь. Возможно, так. Но, короче, если ты не поймаешь нихера, это будет какая-то хрень, конечно, полная. Ты весь день провёл просто в ноль. Ничего не сделал для племени, для нашего. Опять мимо-то ты издеваешься? А нау-то? Давай. Пожалуйста, рыба нужна. Так, вот он уходит, короче говоря. Он расстроился и уходит. Как и мы вместе с ним расстроились тоже. Пойдёшь ли ты мимо сушки? К тому же, вон, люди... Жесть, умирают люди от голода. От голода люди умирают. Давай неси рыбу. Но нет. Он просто идёт ставить на место орудие. И всё. И идёт дальше заниматься своими делами. Так, ладно. Возможно, у других рыбаков получится лучше. Она голодна. Ну, Анна голодна, понятное дело. Но давай, ты поймай себе рыбку и будешь не голодна. Тогда давай ты всех поймай рыбку, пожалуйста. Причём это дама с кулёчком. Но вот, по-моему, в прошлый раз она как раз-таки тоже ничего не поймала. Ладно, давайте посмотрим за ней. Подоблюдаем немножко. А, быстренько она передумала. Быстренько она передумала и тоже ничего не поймала. Жесть. Вот так и живём, понимаете? Рыба вроде есть, а её не ловят. Нихрена. Ну что ж, а вот и пошли голодные смерти у нас с вами первые. Кто-то уже отъехал. Так, видимо, в палатке, что ли, я так понимаю. От голода, точнее. Ну вот, и что ж. Весна. Весна почти уже на дворе. Но пока что ещё она не успевает подкрасться настолько близко, насколько надо. Чтобы мы с вами выживали, да? Ну и так же у нас, видите, стало больше. Поэтому в этом, конечно, тоже проблемка есть. Потому что еды-то как бы не прибавилось. В общем, на одном месте усидеть здесь очень, очень непросто. Мы опять же сейчас с вами уедем на новое. Попробуем там всё-таки по-другому немножко выживать. Ну вот ягоды появляются, но их опять же мало, никому не хватит. Там уже вон ещё люди тоже сейчас скоро отвалятся, мне кажется, у нас. Рыбы, конечно, тоже мало здесь. Поэтому дельта реки, я думаю, в этом плане наш вариант. Опять же, надежда на то, что там будет другого тоже много ягод и всё остальное. Потому что рыба-то как бы зимняя. И то, как видите, рыбаки наши, горе-рыбаки, они как-то не особо-то ловятся до дела. Там сейчас немножко поймали вроде рыбки. Уже хорошо. Ну вы покушайте, что есть. Хотя бы сырую рыбу поешьте, что поделать. Лучше, чем умирать от голода, правильно? О, ещё одна смерть от голода. Капец. Ну мы сейчас, так знаете, опять к тому же числу, с чего и начали, придём просто, мне кажется. Потому что такое количество народу прокормить очень тяжело. Так, дайте-ка я пойду просмотрю, что там по реке у нас творится. И что там по рыбе-то есть вообще рыбные места? Да есть, вон рыбные места-то есть. Вот, вот, пожалуйста, рыбное место. Появляются они. А, видимо, до сих пор так и не выловили. Сейчас они... Давайте немножко дальше по реке тоже пробежимся. Но вот здесь нет, да. Здесь уже, как бы, они, видимо, всё выловили. И пока рыбка от седого свалила. На какое-то время. Вот там рыбное место видел. Вот здесь есть, да. Ну вот тут дофига места. Тут два места. Тут два места. Вот тут места ещё есть. У нас дофига рыбаков. Идите, блин, рыбу ловите. Подальше немножко от поселения дадите просто и всё. И будет там счастье. Вот тут дохига на рыбных мест. Да нет, рыба-то есть, слушайте. Вон тут, тут, тут. Везде. И здесь, вон там места были, проехали только что их. Во, во, тут вообще попёрло. Здесь, 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 здесь. Ходи, да лови. А ещё, сдаётся мне, что почему-то ягодные ресурсы, которые у нас были в прошлом году, вот здесь, которые они собирали, ещё-то нифига не возобновились к весне. Сейчас ещё пока зиму, зиму показывают. Но ягоды уже и собирают. Они из других кустов, которые прям далеко-далеко от нас находятся. То есть, короче, я не знаю. Здесь вообще нереально протянут какое-то долгое время на одном месте. Собрали здесь, пошли на следующее. Собрали здесь, пошли на следующее. Ну, потому что иначе вот такая вот хрень происходит. Просто все начинают помирать. Даже рыбы не хватает, блин. А рыбы-то чего не ловите? Ну, короче, да, всё, весна. Надо валить отсюда в другое место тогда. Пока нас вообще все не отъехали здесь, там хотя бы ягоды пособираем нормально. Ну, и, видимо, опять максимум год на одном месте, потому что мы соберём всё вокруг. Дальше они, видимо, не возобновятся. Я не знаю, я вот это хотел посмотреть, но что-то они сейчас ходят, собирают прям с края карты только. Ягоды здесь, где они раньше были, тут их нифига и нет. Ну, что ж, спасибо этому месту. Едем, получается, в следующее. Мы с ними туда по реке сейчас будем спускаться. И я думаю, что... Вроде как еда не тратится, пока они здесь идут. Вот, вроде как. Поэтому можем прямо хоть сразу сюда к речке бахнуться. Да хоть даже сюда. Но давайте, ладно, сейчас попробуем, там посмотрим. Довольно интересное место получается. Насобирали они с собой 8 ягодок, молодцы какие. Взяли инструменты, что самое главное, да, для нас. Топоры не все, правда, взяли. Ну, ладно, камни взяли, палки взяли, верёвки взяли. Ладно, самое нормальное, самое главное, в общем-то, взяли. Остальное мы с нами на новом месте всё сможем добыть. Итак, 8 ягод. Если что, я смогу поменять маркер. Если вдруг они сейчас начнут у нас убывать. Посмотрим. А они убывают. Они убывают, но при этом почему-то появилась рыба какая-то. Возможно, они идут вдоль реки и ловят её. Но это странно. Не, тогда мы с вами реально будем короткими перебежками. Потому что не хотелось бы, как бы, чтобы поселение вообще всё отлетело. Наша племя, которая, так сказать, копилась. И то нас с вами немножко помельчали мы. Но, в любом случае, мы с вами можем переехать пока сюда хотя бы, да. Дотянем сейчас быстренько ягоды пособираем. Можем, в принципе, вообще с вами не задерживаться. Набрать себе кучу еды и дальше отправиться. Ну что, друзья, новое место для нового поселения со старыми людьми, да. Для старого племени. Ну, неплохое место. В принципе, уже речка, тростник, рыбка. В общем-то, довольно ровная площадочка, где можно построиться. Вокруг кустики. Даже какой-то, типа, пляжика что-то есть. Ну, я думаю, тут, наверное, я сядю тогда пока. А вот здесь можно, нифига себе, каменюк такой здесь. Ты что здесь делаешь? Режишь, отдыхаешь, ну понятно. Ну, пожалуй, здесь мы с вами и остановимся. Вот это местечко. Ну что, погнали. Как обычно, мы с вами строим здесь фаерплейс для них. Пару складских мест для всяких самых полезных, да, первых штук. Это у нас там палки и камни. Ну, что хорошо, хотя бы у нас сами группы наши не разбились. Сейчас они тут быстренько подраститьят. Я надеюсь, соберут все, что необходимо собрать. Так, давайте сразу им тогда назначим, чтобы они палки хотя бы собирали. Да, обычные палки и обычные камни. Все, собирайте. Ходите вокруг здесь, подбирайте пока. Сразу, быстро, за ягодами. Рыбаки, пока отдыхайте, наверное. Пока не надо рыбачить. Пока стоп, машина. Попробуем на новом месте пока пожить вот так вот. За счет ягод. Получится, но сейчас увидим. Если надо, то будем, конечно, помогать рыбалке. Все-таки, как и на том месте. Либо просто, действительно, сейчас вот наберем еды и поедем дальше, скорее всего. Так и будет. Ну, посмотрим. Так, давайте, погодите, стройтесь. У вас сейчас, правда, ночь на дворе, да? Не самое лучшее время. Мы выбрали, чтобы переехать. Но, кстати, 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 пока совсем темно не стало. Вот что здесь такое. А, ну, это на палки похоже. Ладно, в общем, собирайте. Давайте разбирайте все и все это вот делайте. Ну, глядя на ресурсы, так сказать, для сбора, счетами это место уже не так уж и нравится. То есть, ягод всего лишь 600 мы с вами сможем убрать. Причем они будут их постоянно есть. Запасы у нас, получается, сами не то, чтобы прям получается, да, здесь. Окей. Но, в любом случае, повторяйте, сейчас на протяг можно больше ягодок. Вот они сейчас пока сюда их складывают. Мы возьмем их в дорогу и тогда, может, нахрен отсюда и сварим. Тогда можно, в принципе, и рыбы, на самом деле, подловить здесь. Рыбешки подловить и сварить по-быстрому. То есть, знаете, типа, не задерживаться больше, чем на полгода на одном месте. Тогда, мне кажется, все будет шикарно. У нас и еды дыхлена будет, и рыба будет дыхлена, и всего остального. Ну, костер они уже сделали молодцым. Давайте сейчас, наверное, сразу там что, пару домиков. Хотя, как мы с вами домики сделаем? Мы с вами сейчас надо сену собирать. У нас стены вообще нету. Раз мы с вами здесь не будем долго сидеть, то, естественно, пускай рыбу будем ловить. Сухая рыба, сушеная рыба, точнее, да, она прям займет свое место в нашем рационе для переезда куда-нибудь. И я думаю, что один-два рыбака сейчас будет самое то. Как раз эти рыбные местечки облюбовать. И все будет нормально. Тут же сушенки они построили как раз-таки. Сейчас уже, собственно, стена. Тоже хранилище есть. Просто склад небольшой есть. Ну, и сейчас мы там сколько нужно им, короче, построим хижин. Накопим еды. И я думаю, тогда и дальше пойдем. Ну, что ж, временно убежище практически готово. Временно пристанище, я бы сказал так, да. У нас тут три палатки. Точнее, три хибара есть. И, я думаю, может быть, еще одну построим. Посмотрим, короче, еды, в принципе, насобирается. Сейчас у нас с вами вот шиповничка есть маленькая. Рыбу чуть-чуть сушеную пособерем. И, возможно, даже перед летом как раз-таки свалим на новое место. Посмотрим. Но займемся этим уже в следующий раз. На сегодня мы с вами будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Ну, а мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого. И пока-пока.